Привет, вы на канале Девайс. Сегодня расскажу вам о видеокарте от компании Gigabyte, модели GeForce RTX 2070 Gaming 8G и ее версии OC, OC White, 3X и OC 3X. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Если смотреть на характеристики видеокарт, то разница между ними только в частоте ядра. У базовой версии и версии 3X 1620 МГц, у версии OC и Wide OC ядро форсировано до 1740 МГц, а у версии OC 3X частота ядра составляет 1725 МГц. Остальные параметры одинаковы. Памяти на обеих картах по 8 ГБ GDDR6 с интерфейсом 256 бит, количество Q до ядер везде 2304. Рекомендуемый блок питания для такой начинки 550W. Реализованная в модуле преобразования напряжения и питания графической платы схема 8 плюс 2 фазы обеспечивает комфортные условия для работы для полевых транзисторов. При этом на уровне схемотехники реализована защита от перегрева и балансировка нагрузки для каждого МОП-компонента. Основу элементной базы дополняют сертифицированные в рамках концепции ультра-дуровал дроссели и конденсаторы, которые демонстрируют отличную производительность и гарантируют продолжительный срок службы изделия. Референс-карта имеет 6 плюс 2 фаз. Размер всех версий видеокарты не имеет отличий. 12 см в высоту, 28 см в длину и 2 слота в ширину. Отличия только в разъемах на борту. Базовая OC и Wide OC версии щеголяют набором из трех дисплей-порт, одного HDMI и одного USB Type-C, но и питание требует усиленного 6 плюс 8 пин разъема. Версии 3X и OC3X не имеют в своем арсенале разъема USB Type-C, зато питаются дополнительно только от 8-пинового разъема. Система охлаждения Windforce 3X представлена тремя 80-мм вентиляторами с уникальной конфигурацией лопастей. Центральный вентилятор вращается в альтернативном направлении и с шестью композитными медными тепловыми трубками. Уникальная технология Gigabyte Alternate Spinning позволяет оптимальным образом распределять турбулентные потоки применительно к системе охлаждения на базе трех вентиляторов. Самая большая проблема подобных систем – турбулентность. В том случае, если направление вращения вентиляторов совпадает, велика вероятность возникновения турбулентных потоков, завихрений воздушных масс между соседними вентиляторами, которые снижают эффективность расчетной схемы теплоотвода. Инженеры Gigabyte предложили оригинальный вариант взаимодействия трех вентиляторов, когда центральный вентилятор вращается в альтернативном направлении. Таким образом удается оптимизировать распределение воздушных потоков между вентиляторами и значительно снизить негативный эффект от турбулентности. Объем воздуха в заданной зоне рассекается лопастями особого профиля с орибрением, которые помогают нарастить давление воздушного потока. Средствами технологии 3D Active организована полупассивная схема охлаждения. Вентиляторы остаются выключенными, когда ГП находится в состоянии пониженной загрузки, обслуживая нересурсоемкие приложения. Благодаря 3D Active поклонники компьютерных игр могут сосредоточиться на игровом процессе, поскольку шум от работающей системы охлаждения графической платы полностью отсутствуют. Основу конструктивно система охлаждения составляет выполненный из алюминиевого сплава радиатор с тепловыми трубками и медной вставкой, которая соприкасается непосредственно с кристаллом ГП. Эффективное охлаждение видеоазу реализовано средствами металлической пластины значительных размеров, которая через термопрокладки примыкает к микросхемам памяти. Композитные тепловые трубки сочетают собственную высокую теплопроводность с эффектом фазового перехода. И эта комбинация позволяет обеспечить высокоэффективное охлаждение. Тыльная поверхность печатной платы накрыта металлической пластиной, которая надежно защищает конструктив в целом и распаянные на плате компоненты в частности от повреждений, например, в случае падения изделия, а также помогает минимизировать нагрузки на изгиб и кручение. Встроенными средствами оповещения о неисправностях в цепях питания. Интеллектуальный светодиодный индикатор уведомит игрока, если по какой-либо причине параметры питания шины PCI-E будут отличаться от штатных. RGB Fusion 2.0. Настраиваемые параметры цветовой схемы, 16,7 миллионов цветовых оттенков, многочисленные световые эффекты и возможность синхронизировать плату с другими устройствами семейства Aorus Engine. Изменение частоты ГП, видеоазу, мониторинг напряжения питания, выбор оптимального режима работы вентиляторов, системы охлаждения, настройка ключевых параметров графической платы, исходя из предпочтений пользователя, все это легко реализуется средствами интуитивно понятного интерфейса Aorus Engine. Я почитал отзывы в интернете пользователей этой карты и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Aorus Extreme вешает систему намертво. Неудобное ПО для разгона и управления подсветкой. Подсвечивается тут только надпись Gigabyte. Начинает сильно шуметь при небольших нагрузках. Не сохраняется настройка RGB подсветки. Через месяц отвал памяти. Сильно греется бэкплейт. Бедная комплектация, видеокарта и мануалки с диском ПО. Слишком много брака. Но, безусловно, есть много и положительных отзывов, сейчас расскажу. Охлаждение тихое. Разгон держит стабильно. Технология трассировки лучей. Отличное соотношение цена-качество. Четыре тепловые трубки. Карта занимает всего два слота расширения. Энергоэффективность. В простое вентиляторы не крутятся. Нет пломб. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свой отзыв о ней. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что досмотрели до конца мое видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на мой канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся!